Вообще, я подчеркну заранее свою позицию по данному вопросу, да, я не сторонник всяких законов о чувствах верующих, просто потому что моя позиция довольно проста, чем меньше законов, тем лучше, да, то есть, не умножаясь законы сверх необходимого, нахуй, не надо, не надо приумножать законы, их и так дохуя, чем больше законов, тем сложнее, тем сложнее в них разбираться, тем сложнее с ними работать, чем больше законов, тем просто хуже, ну и, соответственно, какие-то, знаете, сильно разные системы, закон, ну, когда мы сформируем законы, да, формируются несколько разные системы и подсистемы, иногда там наблюдаются тотальные противоречия между ними, ну, то есть, ну, например, я не знаю, у вас срок за какое-нибудь изнасилование, что я уже много раз разбирал, да, может, например, превышать срок за убийство в некоторых ситуациях, при условии, что вы не убили жертву, конечно, в любом случае, изнасилование плохо, неодобряемо, но тут до таких парадоксов, и, на мой взгляд, это можно сказать, что это юридическое противоречие, когда за преступление куда более мелкого и жалкого кластера вас наказывают так, как будто бы вы, там, не знаю, совершили все миллиарды смертных грехов, массовое убийство, куча детей, может быть, даже, иногда, кстати, например, да, куда выгоднее убить ребенка, чем изнасиловать, а хотя мы ни то, ни другое не одобряем, но чисто по срокам, блин, там могут выйти свои парадоксы, и такие противоречия, ну, могут наблюдаться в юридической системе, если она хуйней, в общем-то, страдает, а законы о чувстве верующих, это вот такое вот страдание хуйней, на мой взгляд. А относительно законов, ну, тут, как бы, нюанс заключается в том, что чем больше законов, тем больше сложностей, путаницей, противоречий, проблем, и тем больше людей сажают, самое главное. Бывает даже, ну, не вполне за что-то. Согласен, Бреймвошинг, согласен. Но тут, опять же, у нас не так уж много серьезных грехов, так скажем, за которые действительно следует, не знаю, жестко карать людей, сажать их в тюрьму. Более того, если мы посмотрим на многочисленные законы, мы обнаружим, что чаще всего преступления в них, ну, прямо вот, пересекаются. То есть, ну, например, когда происходит изнасилование, да, например, оно обычно происходит с угрозами, оно обычно происходит с шантажом, оно происходит с насилием, физическим избиением. То есть, в этом плане вообще иногда даже некоторые преступления, на мой взгляд, можно, ну, прямо чуть ли не нивелировать, ну, или перевести их в другой кластер, там, в административный, например, или еще какой-нибудь. И тут, опять же, законов, конечно, ничем меньше, тем лучше, но есть определенный порог, когда умножать законы нежелательно. Вот у нас в России мы любим умножать законы, и это плохо, на самом деле, в итоге. Ну, и в любом случае, да, законы. Какие захочешь, такие и будут, конечно. Ну, поэтому их должно быть минимум. Не ноль, да, не совсем ноль, и ни один закон, но некоторый минимум необходимый для выживания общества. А все остальное, ну, как-то лучше не приумножать сверхнеобходимого. Воспитание религиозного, мне кажется, что это трансцендентно по отношению к человеку, это не соотносится к природе, это просто нечто, что нужно принять на веру. Это не соотносится, это нельзя познать честно. Так как вы, блядь, религию, как вы верить будете без религии? Во что вы, блядь, вообще верить будете? Что вы вообще будете делать, блядь? Как это вообще воспринимать? Ладно, в современном мире это еще, знаете, это еще более-менее допустимая позиция, что вы хотя бы в интернете что-то почитать можете. И то, хуй вы что там поймете, вам слишком много читать надо. Религия, она вам подсказывает, что где читать, что из-за того, что вы прочитали, похоже на правду, например, да, как мы там считаем. Ну, блин, претензия к тому, что, я не знаю, верить нужно без религии, это приблизительно равносильно к тому, что наукой надо заниматься без лаборатории и университета. Да, самому сидеть и заниматься. Вот тут равносильное, абсолютно равносильное суждение. То есть религия это мощный, серьезный, сильный институт, который, в общем-то, создает религиозное образование, который создает религиозные проповеди, который придерживается определенной позиции. Да, та или иная религия придерживается определенной позиции по разным вопросам, эту позицию распространяет и усиливает разными способами. Просто так верить, это значит взять и разобщить всех верующих, сказать, что религия не нужна, все должны просто верить или не верить, а вот религия нахуй. Просто разобщить верующих, лишить их организационной структуры, что дико плохо, лишить их совместного религиозного образования, что тоже дико плохо, ну ладно, например, ЭХГ останется, а вот духовные академии уже вряд ли какие-нибудь останутся. Что, в принципе, приведет к падению религии, на самом деле. То же самое, если мы с наукой так же поступим, скажем, наукой надо заниматься не в универах, нет, а самим всем надо заниматься наукой, узнавать, стремиться к будущему и прекрасному, использовать рационалистические методы, как вы их сами понимаете, и все, никто это контролировать не должен. Свобода знанию! Свобода знанию! Универс — это тупое определение из Википедии, которое просто, не знаю, тупые современные атеисты воспроизводят, и оно неправильное, честно говоря. Вот этот атеизм в широком смысле придумали не так давно, его придумали исключительно для того, чтобы избежать упреков в том, ну вы же тоже верите, только в отрицательный тезис, да? Они решили просто эту хуйню избежать и сказали, атеизм в широком смысле — это отсутствие веры, это не уверенность в том, что Бога нет, хотя канонически и самое правильное определение атеизма — оно такое. Это именно отсутствие веры, то есть понимаете в чем дело? Тут какие-то долбоебы в 20 веке, если я не ошибаюсь, просто удвоили термин. То есть для них теперь появился термин атеизм на двух уровнях, то есть атеизм, который есть отрицание существования Бога, и второе — это атеизм в широком смысле, который включает в себя второй, блядь, атеизм. Вы поняли, ну это кринж. Ну это просто сразу определение составлено через жопу, современные атеисты — дебилы, ну простите. Ну не вы, не каждый современный атеист — дебил, а представители научного атеизма, просто дегенераты, конченные, я, честно говоря, не понимаю, как они живут на свете. Сотуты им интеллекта, таковым определение ужаснейшее просто, с учетом, что мы как бы... То есть у нас атеизм включает в себя еще один атеизм, может еще один, блядь, атеизм, и еще, может, миллиард атеизмов друг в друга включить, почему бы и нет. Бесконечное множество атеизмов друг в друге. Просто странно, да, почему-то они сделали такой термин атеизма, который включает в себя как атеизм, так и агностицизм, так и, допустим, скептицизм. Но я, например, как скептик не собираюсь звать себя атеистом, для меня это просто зашквар. Ну и все. Просто решили искусственно увеличить множество своего сообщества, взяв термин, изменив. Ну это безумие, блядь, это просто, ну это странно. Что, ну зачем государству навязывать вот такие даже просто фейковые какие-то вещи, не основанные ни на чем, ни на какой логике, мало того, противоречащие... В смысле ни на какой логике, алё. Чел, ну блядь, историю христианства бы ты тоже подучил, кудрявый, блядь, пудель тупой. Ну серьезно бесит, бесит такая хуйня. Ну такие громкие высказывания чел буквально рассуждает на уровне паблика атеист. Ну как бы кандидат вроде бы физико-технических наук, все дела, мог бы, мог бы, мог бы подумать головой. Нет, давайте вспоминать сколько там книг в Библии, и не вспоминать сколько комментариев в Библии, и сколько из них рационализировано, и сколько из них, ну вот в общем-то, больших христианских логических систем, сколько среди христианских философов, теологов и так далее. Не, не, нахуй, блядь, и, блядь, лучше просто взять и пропиздеться, это же нелогично, ни на чем не основано, блядь, ни на чем, причем так строго сразу, ну ни на чем это не основано. Тоже феноменальный опыт людей, нахуй в топку, там переживания людей в топку, не знаю, также многочисленные философские трактаты, которые писались на протяжении более чем тысячи лет, да даже намного более чем тысячи лет, так-то. Даже в топку, все это ни на чем, не основано, все это хуйня, там полторы тысячи лет развития христианской культуры, хуйня, ни на чем, короче, не основано, просто так сидели, хуйней маялись. Потом пришла наука и все починила, наконец-то. Вообще, забавно, что почти все верующие, кроме одного, отошли, собственно, на сторону, что в государстве это прописано быть не должно. Это, на самом деле, категорически неправильно. Ну, давайте возьмем науку, как таковую, давайте спротив ученых. А нужно ли в Конституцию, там, или не в Конституцию, вообще, да, учитывать такую, ну, статью расходов вообще, да, из казны, как наука отдельно? Нужно ли учитывать или не нужно ее учитывать? Конечно, все ученые скажут, конечно, нужно, потому что тогда наука растет, тогда наука становится больше, сильнее, лучше. Больше людей может заниматься наукой, ученым больше денег приходит, да, соответственно. Ну, вот, почему-то верующие из трех, двое, ушли на сторону, что нет, государство не должно иметь какой-то официальной религии, и, вероятно, не должно как-то взаимодействовать с религией, да, то есть религия отдельно от государства. Но эта концепция ослабляет конкретную религию, причем ту религию, в которую они верят. То есть, мне кажется, это несколько тоже такое, знаете, противоречие, то есть такое вот светское мышление у них появляется, которое на самом деле оно несколько все портит. То есть, если реально верующие такие скажут, да, мы должны быть вообще от государства, не должны принимать его помощь, вообще не должны никак быть с ним связаны, ну, я вас поздравляю, вы ослабляете свою систему. Я не знаю, зачем вы это делаете, но вы ее просто ослабляете. Если бы абсолютный скептицизм Александра Шадова, там, эртодексология, была бы, ну, кто-то из государства начал бы ее поддерживать, я бы вот так вот просто, я бы вот так вот просто сделал. Спасибо, поддерживайте, поддерживайте, почему бы и нет, потому что эту систему развивает. Приветствую вам, Ломберг, атеисты против верующих. Короче, да. Вот я серьезно, я не понимаю позицию вот этих вот двух из трех. Ладно бы один из трех перешел на сторону того, что государство, ну, и религия, ну, в общем-то, не должны быть вместе. Мне кажется, для верующих куда выгоднее, куда лучше, куда полезнее, чтобы государство было слито с религией, как это было на протяжении огромного количества веков. Религия – это то, что говорит нам о трансцендентном. А закон государства – это то, скорее, что говорит о мире физическом, говорит о том, что… Вообще религия о разном говорит. Я не знаю, как это… Как люди начинают рассуждать о том, что религия – это о трансцендентном, то и только, или религия – это о этическом и только о этическом, да? Когда люди начинают говорить, а религия вообще-то не противоречит науке вообще никак, у нас даже точек соприкосновения нет. Мы-то про метафизическое и про этику, а наука-то она вот про физическое, вы не понимаете, это другое все, да? И никак друг другом не связано. Но, блядь, так не работает. Религия обо всем. Религия очень богата, и в этом была, была и остается очень богата. Она очень много чего пыталась объяснить, и до сих пор пытается объяснить физическое, метафизическое, этическое, политическое. Все это с религией было тесно связано на протяжении всех веков ее становления. И так вот ограничивать религию, говорить, что у нас есть какие-то, знаете ли, тотальные ограничения, вот такие вот тематические. И только мы их разбираем, а больше никто, но это просто странно, потому что религия, она действительно очень обо всем. Она очень массовая, большая, мощная система. Религия – это бизнес. Ну, кто не встанет на красный, я долбоеб, честно. Я прошу прощения, заранее скажу, религия – это не бизнес. Там есть элементы бизнеса, но это не чисто бизнес. Не, ну в религии есть элементы бизнеса, просто потому, что надо общину каким-то образом тянуть. Ну, да, то есть надо, чтобы все было организовано, надо, чтобы, ну как бы, люди не подыхали внутри религии, чтобы батюшки кушали еду, чтобы у батюшек машинки были, чтобы они катались там и организовывали религию. Ну, то есть, не, религия, в ней есть элементы бизнеса, безусловно, потому что вы должны уметь как-то дело свое вести религиозное, да. То есть вы должны уметь собирать деньги, вы должны уметь что-то там продавать, вы должны уметь строить храмы в конечном итоге. Все это тесно связано, это правда. Но религия это далеко не только бизнес, вот так вот скажем. Да нет, ну это бизнес в чистую, причем вот в особенности этим грешат как раз христианские конфессии. Ну, то, что там в православии, когда молитвы по тарифу, свечки по тарифу и так далее, это... Блядь, чел, ну ебаный в рот, ну лол. Я не понимаю, люди реально тупые, они не понимают фишку, что... Ну, типа, у вас храм. В храме работают люди. Кстати, его и содержат люди во многом, да, там у храма есть свои рабочие. Помимо священников, всех остальных есть работа какая-то, да, там. Нужно что-то делать, чтобы храм не был обостранный, обостранный, чтобы там стекла не бились, чтобы иконы были нормально все покрашены, чтобы они свеженькие были, чтобы все было не мусорно, не ужасно. Это должно каким-то образом, соответственно, все работать. Не важно, иконы, свечи, не иконы, не свечи, важно что, да. У нас есть здание, например. Здание требует огромного количества вложений, уже само по себе. Люди, которые работают внутри этого здания, тоже требуют некоторых вложений. Для того, чтобы система работала, нужно вкладывать деньги. Тогда эта религия будет печатать книжки, создавать храмы, там, еще что-то делать и так далее, так далее, так далее, так далее. Без, вот, без разных тарифов, там, и зарабатывания денег, религия ничего не может. Она безоружна, ей нужны деньги, как и всему чему угодно. Вот в современном мире, по крайней мере, точно. К сожалению или к счастью, да, оно так работает. По-другому, по-другому пока что в 21 веке не завезли, да. А вообще, извините, да. Ну, наука тогда тоже бизнес, что. Статьи по тарифам пишет, мне охуеть знает. Продаемся за гранты, и все такое. Наука это бизнес, блин. Ну, только наука это не только бизнес. Науке тоже есть элементы бизнеса, безусловно. И в философии даже есть элементы бизнеса, я тому пример. Да и многие философы, которые пытаются в медийность тоже. Ну, просто тут важно подчеркнуть, что в какой-то мере все большие организации есть, ну, частично бизнес. Но далеко не только бизнес, на самом деле. Наука и религия совместимы? Нет. Мой ответ будет коротким. Просто в науке и религии слишком много противоречий. Правильно. Вот она вам и ответила. В науке и религии слишком много противоречий. Если религия во всем права, то наука не права. Если наука во всем права, то религия не права. Все, конец. Ну, вот, несовместимо. Конец. Я уже много раз объяснял подробно. Не знаю. Нужно переходить на конкретные примеры. Ну, смотря какая религия, конечно. Но я думаю, мы сейчас все про христианство здесь говорим. Правильно? Христианство точно несовместимо. Мы можем создать религию, которая будет совместима с наукой плюс-минус. Не будет, по крайней мере, в методологию науки срать. Но мы ее не создавали пока что. Какой-нибудь супер-мега-деизм религиозный. Но христианство не деизм. Понимаете, в чем дело? С одной стороны, действительно, они не могут быть совместимы, потому что в науке не может быть догматов. Блядь, какой же ты тупой, блядь. Ну, столько серьезно, все ученые такие тупые. В науке не может быть догматов, лол. Да ты ебанутый просто. А как же методологические догматы? Ну, мне кажется, люди просто немножко забывают, что догматами являются не только убеждения о том, как устроен мир, но и методологические положения, которые связаны с тем, как мы этот мир познаем. Почему мы уверены, что с помощью науки мы хоть что-то познаем? Просто потому что у нас догматы есть соответствующие. Потому что мы верим, что вот таким вот методом мы приближаемся к познанию. И мы еще и верим, что этот метод лучше из всех представленных. А почему? Какие у нас доказательства? Никаких на самом деле. Ну, типа, пук-пук-пук, там практика. Которые мы, кстати, не доказали, что она с нашей системой познания связана. Тесла вообще говорил, что ему все это свыше приходит, как и этот, как Менделеев. Менделеев. Ну, вот смотри, ты говоришь про... Ой, да ладно вы там этих дедов-шизов перечисляете, которым было миллиард лет уже, короче, забейте. В этом и вся проблема, что если бы противоречия не было, если бы противоречия не было никакого, то я думаю, не было бы никакого смысла науки и философии, ой, философии, науки и религии вообще в принципе разделяться. Потому что, ну, на самом деле, они нормально друг друга дополняли некоторое время, пока эти противоречия не оказались, ну, слишком яркими для самих ученых, и пока не стало уже модным и принятым общественно допустимым быть учеными, ну, ученым абсолютно антирелигиозными персонажами. Ну, во-первых, на это повлияло и само просвещение как таковое, и правильно повлияло, потому что вот философы просвещения, они реально видели противоречия, по большей части, между наукой и религией. И правильно делали, оно там было. Ну, просто люди, которые занимались наукой и делали вид, что никакая метафизика ни на что не влияет, знаете, вот так вот закрыли глаза, никакая метафизика ни на что не влияет. Законы существуют, вот, и они существуют, и они работают. Что чудеса, да, Бог там когда-то делал чудеса, ну, давайте забьем, соответственно. Ну, делал и делал, он, наверное, их никогда не делает, прячемся, да, прячемся от разных, от всемогущества Бога, пытаемся как-то вот так вот отвернуться и сказать, ну, он всемогущий, но он ничего не делал, все нормально. И в таком смысле, ну, долгое время, да, так было, и было сложно поступать как-то иначе, особенно пока наука не давала каких-то сильных результатов, она долгое время их не давала. Ну, то есть, у нас как бы имеется, у нас как бы имеется вот появление этой самой науки вот в период, когда у нас и великие открытия, да, чуть-чуть позже великих открытий, чуть-чуть позже многих великих изобретений наука появляется. И потом, ну, как бы мега больших охуительных супер каких-то взрывов мозга, ну, как бы не было до теории Дарвина того же. Ну, были подходы, были заходы, было просвещение, безусловно, но, как бы, так-то скажем, и Дарвин, и потом последующая уже после дарвинизма революция научная, вот они много что поменяли в этом деле. Потому что учёные вышли из-под, ну, в общем-то, союза с наукой. А что, а что, а союз-то был, он был. Ну, потому что религиозные люди не просто так отдали свои университеты, по сути, свои университеты, да, в которых учились религиозные люди, и они учили там теологии в том числе, как одному из основных предметов. Христианская культура и сами христиане породили такое удивительное явление, как университеты, потом оно перешло к учёным. Просто так, думаете, отдали своим врагам, противоречащим во всём? Нет, конечно, нет, конечно, сначала всё это были вроде бы друзья, вроде бы они делали вид, что изучают книгу бытия, да, собственно, есть книга Бога, вот Библия, есть книга природы, вот они изучают книгу природы, подобно тому, как теологи изучают книгу Библии. Это статуя из Фрэнсиса Бэкона, которую потом, кстати, многие цитировали. Знание и сила, кстати, да, знание и сила, безусловно. Нюансов здесь действительно очень много, нюансов действительно очень много, но, на мой взгляд, все эти люди, вся череда этих религиозных людей, которые были одновременно и учёными, ну, это череда просто людей, которые находились в состоянии противоречия, ну, или не всегда. Иногда эти люди решали противоречия через введение деизма, но деизм не есть христианство. То есть, у нас нет ни одной христианской конфессии из тех, которые я знаю, по крайней мере, в которых Бог бы воспринимался деистически. Для того, чтобы это так было, мы должны быть христианами, которые отрицают Иисуса Христа, чтобы вы понимали, да? Потому что, если у вас есть Иисус Христос, у вас уже не деизм, чтобы вы понимали, ещё раз, да? То есть, если Иисус Христос спускался, творил чудеса, если в Библии всё это время тоже творились чудеса, значит, мы имеем дело не с деизмом. То есть, Бог воздействовал на мир, да? То есть, это значит что-то странное. Христианство без Христа по мне не христианство, простите. Но некоторые учёные решали проблему именно так. То есть, они такие, деизм, деизм, короче, они за деизм топили. В общем, как-то оно вот так вот, на мой взгляд, здесь складывается. И в целом, в целом, то, что у людей в голове были какие-то противоречия, ну, это их проблемы.